Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберем сейчас ваш вопрос, который вы задаете. И в первую очередь нужно понимать, что вы не совсем, вообще говоря, корректно ставите свой вопрос, потому что... И всё, так, однозначно, как может вам показаться на первый взгляд, то есть нельзя просто с помощью техники механически прорабатывать то, что случается с человеком в его, скажем так, психологической реальности, да? Вот, если с вами что-то произошло в психологической реальности, то вы, соответственно, это всегда сопрягаетесь с определенными переживаниями. Вы всегда сопрягаетесь с определенными эмоциями, вот, и, соответственно, соответственно, это нельзя рассматривать в отрывах. Говоря же о технике, не всегда, но, как правило, люди пытаются... Ну, как вам сказать, люди пытаются... ...заменить... ...заменить или заместить... ...техникой... ...ы... ...эм... ...ы... ...то, что... ... Roller-in... ...вы... ...ы... ...зравстава на... ...ээ... ...э... ...и-э-э-э... ...э-э-э-э-э... желаниями, их собственными переживаниями, поэтому работа с техникой ведется, должна вестись, конечно, только со специалистом. И на одной технике, как бы, ну, не решить проблем. То есть, одной техникой не помочь вам, да, вот. То есть, все это делается в какой-то степени комплексно. То есть, именно в комплексе это делается. Это делается именно в комплексе, это делается именно все вместо. Вот. И данный аспект нужно обязательно учитывать, если мы говорим вот собственно о работе с вами, поэтому вы, я бы сказал, не очень хорошо к себе относитесь, если хотите использовать технику для того, чтобы решить свои проблемы. Потому что вы дистанцируетесь от проблемы, вот в психологии это называется еще так, дистанцирование от проблемы. То есть вы вроде бы как на первый взгляд проблемы признаете, но в то же время вы от нее дистанцируетесь, вот в то же время вы как-то вот от нее отдаляетесь. И за техникой, в том числе за техникой, вы прячетесь в какой-то степени. Ну, совершенно очевидно, что, конечно, совершенно очевидно, что вам это не поможет, совершенно очевидно, что проблему таким образом не решить. Вот. Это первое, что я хочу вам сказать. То есть техника исключительно для специалистов и клиент, человек, у которого есть проблемы, не может как бы действовать сам в этом направлении. Потому что таким образом себе можно только навредить, к сожалению, к сожалению. Вот. Дальше. Следующий момент. Значит, выпишите. Эмоциональная привязка к партнеру, у вас страх, что будет дальше и низкая самооценка. Смотрите. Ну, в целом, я не думаю, что для вас будет большим секретом, если я скажу, что это такая достаточно взаимосвязанная история, да? И, ну, это так уж и всем этим смыслом! И, я думаю, что это не из-за того, как вы, как у нас планируете, он будет сказать, что это, который делает ваши два для нас, и. То есть, ну вот, то, что вы связываете некоторые свои желания, некоторые свои потребности, вот, вы связываете с человеком определенным и, собственно, в этом и заключается суть эмоциональной привязки, потому что если бы этих вот желаний не было бы, то если бы желания не были связаны, точнее, с человеком, то эмоциональной привязки бы не было. Поэтому здесь важно понимать, что эмоциональная привязка, это желания, это потребности, как я уже сказал, определенного типа потребностей. И, соответственно, необходимо определить эти потребности. Необходимо выявить эти потребности. необходимо принять их, вам необходимо их принять. и дальше уже решать, учиться, удовлетворять их так, чтобы не зависеть от партнера, с которым вы можете быть в отношениях, с которым вы можете не быть в отношениях. То есть, это особо не важно. Ну вот. Понимаете, да? О чем идет речь. Следующий момент. Вы говорите о том, что эммм. Страх, что будет дальше. Эмм. Страх, по поводу того, что будет дальше. Эмм. Страх, по поводу того, что будет дальше. Эмм. Связан. С несколькими важными нюансами. С несколькими важными моментами. Это, во-первых, недоверие себе, то есть вы себе вот не доверяете. Вы на себе, вы на себя, точнее, не полагаетесь, то есть вот не получается на себя как-то вот опереться. Почему-то, почему-то вот вы на себя не можете опереться, почему-то вы не можете на себя положиться, почему-то вы, ага, ну, опасаетесь, как-бы, ну, близости, вот вы опасаетесь близости, вы боитесь, боитесь, боитесь близости именно. Вот. Эти близости с миром окружающим, вот, с людьми, вероятно. Это всё происходит из-за недоверия себе. Причины у недоверия себе, конечно, есть, они всегда есть, да плюс, конечно, только заключается в том, какие причины у вас. Потому что, ну, да, гадать можно, вот, можно гадать о том, почему у вас вот ситуация сложилась так, как она сложилась, но мне кажется, гораздо более, ну, корректнее в том числе, по отношению к вам было бы разобрать, разобрать более, ну, более того, что приватно, что ли, если можно так выразиться, вот этот момент, момент, почему вы себе не доверяете. И в этом контексте, в этом контексте, если вы себе не доверяете, то, конечно, вы будете всегда бояться, что будет дальше. Потому что всегда вам будет нужна помощь, всегда вам нужно и важно на кого-нибудь опереться, вы будете пытаться на кого-то опереться. Вот. И, вероятно, всегда, ну, если не всегда, то довольно часто вы будете зависимо как раз таки от мужчины в том числе, в том числе. То есть, здесь мы переходим, наверное, к последнему аспекту, это низкая самооценка, да, то есть вы склонны, что делать, вы склонны сравнивать себя с людьми другими и, вероятно, данное сравнение, оно идет не в пользу. То есть, не вам на пользу, это сравнение идет. Скорее всего. Вот. Из-за чего вам крайне тяжело и болезненно. Вы сравниваете себя с, ну вот, с мужчинами, с партнерами для мужчин, для женщинами, в род профит, станет себя женщиной. Вот. И сравнение не идет, не идет в вашу пользу. И вам тяжело. Вот. Тот вопрос, который вам нужно себе задать, это вопрос, связанный с тем, как я прихожу к тому, чтобы сравнивать себя с кем-то, с кем-то вообще, как я к этому прихожу. Это очень важный момент, потому что, ну, одна из, вот, ваших проблем заключается как раз в том, что вы сравниваете себя с другими людьми. Вот. И это сравнение не в вашу пользу. Соответственно, с этим нужно работать. Вот. Техника для поднятия самооценки, она, как стыковая, отсутствует. Вот. Потому что, это, по факту, личностный рост. Вот. То есть, это вот то, что вам нужно сделать. Личностный рост. Личностный рост и культивирование любви к себе. Вот. В целом. Так. Так. В целом, это работа. И техник, техник, э, техник, э, техник здесь, э, никаких особо нет. Вот. Это просто, вот, индивидуальная работа. С вами. Да. Вы, пизжи, что пытаетесь поработать сама. Но плохо. Почему сама, не понятно. А, дальше. Дальше, я думаю, что вы переживаете брошенных, что вы переживаете такое вот чувство, что вас бросили, я думаю, что это чувство вам крайне неприятное, я также думаю, что вероятно вы боялись быть брошены, когда были в отношениях, и это в какой-то степени влияло на вашу модель поведения, это в какой-то степени влияло на то, как вы себя вели, в том числе с мужчиной, вот, со своим мужчиной. И, соответственно, может быть это послужило причиной того, что выясним расстат сейчас. Страх брошенности идет из детства, вот, связан с взаимоотношениями с родителями, вот, и по сути это вот проработка детско-родительских отношений. Ну, тут уже нужно смотреть, что является актуальным, да, потому что, ну, погружаться в детско-родительские отношения далеко не самый такой хороший вариант, вот, потому что не всегда это, знаете, идет на пользу человеку, мягко говоря. Вот, поэтому, да, родительские, детско-родительские отношения. А, штука, безусловно, важная, но все-таки живете вы, а значит и работать нам в первую очередь в план, да, то есть не с родителями нет план, вот, родителей здесь нужно воспринимать как, ну, такой фактор, может быть временами не очень хорошие, но совершенно нормальные объективы, вот. Ну, это бывает так, что родители, например, оставляли вас в детстве одну, а частинка оставляли вас одну, вот, и вы восприняли это так, ну, вы воспринимали это так, что они вас бросали, вот. Не обязательно это было физически, не обязательно физически вас родители бросали, но вот как-то вот эмоционально вы чувствовали себя отброшенные, и, соответственно, вы пытаетесь, как мне кажется, в том числе завоевать любовь мужчины, чтобы вас не бросили. Вот опять же, вот сама идея, да, подумайте, подумайте, подумайте сами немножко, вот, как мой момент, связанный с брошенностью. Как вы, условно говоря, приходите к тому, что вас бросили? Как вы к этому приходите? Это очень важный момент, на мой взгляд, потому что именно то, как вы к этому приходите, является важным аспектом данной ситуации. Поэтому, что-то очень важно в этом направлении то, как тоже поработать. Влиять негативно на ваше отношение с несилами. Вот примерно такой ответ. Я могу вам дать. Ну, это все. В принципе, сейчас посмотрю, ничего не забыл. С созданием работы я пишу каждый день дневник, но потом это не дерется. Ну, опять же, не очень понятно, почему вы сами все это делаете. Это не очень понятно, честно говоря. не очень понятно, почему вы не обращаетесь к психологу, да, и самостоятельно, ну, самостоятельно не... почему вы пытаетесь самостоятельно решить данную проблему. Грубо говоря, так. Вот, ну, то есть, конечно, можно, можно догадаться, почему вы ничего не раскрываете в своем тексте, вот. А, как бы, любому специалисту, да, я совершенно очевидно, что тут то, чем вы занимаетесь, это, ну, то, чем вы занимаетесь, называется доброходством. То есть, вы себе вроде как хотите помочь, но по факту вредите, вот. И... Хуже только будет... Хуже и хуже только будет в большинстве, в большинстве я слышал, слышал. Ну, вот. К сожалению, к сожалению, повторюсь. Вот. Поэтому, пока история. Такой момент. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы для себя какие-то вот выводы обязательно сделаете. Очень надеюсь. Вот. И все-таки, все-таки не будете заниматься самодеятельностью, вот. А, все-таки будете делать, ну, дадите, точнее, дадите заниматься своим делом профессионалом. Вот. Да, конечно. Если у вас нет возможности обратиться к психологу, вот, то вы можете у себя в городе найти психологический центр, вот. И обратиться сюда. Там есть и кризисные психологи, которые помогут вам выйти из-за состояния кризиса достаточно быстро, но, опять же, в какой-то степени механически это все будет. Вот. Потому что, ну... Кризисная психология работает немножко по другим принципам, ну, параметрам, вот. К счастью ли, или к несчастью, это уже решать не надо. Вот. Такой ответ. Надеюсь, что вам это было полезным. Я желаю вам в себе разобраться. Я желаю вам себя как следует понять. Вот. И я надеюсь, что вы... Решите все свои трудности. Какими бы они у вас не были. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.